Впервые о Кристине Корягиной из Барнаула, страдающей анорексией, зрители узнали в 2016-м, когда с ее участием в эфир Первого канала вышла программа «Пусть говорят». Андрей Малахов, а вместе с ним все зрители в студии, не могли сдержать потрясения, перед ними была 22-летняя девушка, напоминающая изможденную старушку. На тот момент ее вес составлял всего 17 килограммов. Как же Кристина довела себя до такого состояния? А началось все в 11-м классе. Тогда Кристине предстояло сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Позже девушка признавалась, виной всему ее перфекционизм. Она и мысли не допускала о том, что может что-то сделать не так, допустить ошибку, всегда стремилась учиться только на отлично, много времени посвящала подготовке к занятиям. Завтракала девушка с соком, на обед был чай или кофе с сахаром. А ужинала Кристина корягина кусочком яблока или кружочком банана. Однако даже такой скромный ужин давал ощущение тяжести. У девушки сформировалось мнение, что когда она не ест, то ей становится легче. Красный диплом девушка в итоге получила, но какой ценой. К моменту выпуска из университета Кристина уже не смогла работать по состоянию здоровья. Жительница Барнаула весила всего лишь 17 кг, из-за чего у нее, естественно, возникло немало проблем со здоровьем. Дошло до того, что врачи не могли найти сердце Кристины во время обследования. Врачи поставили диагноз «нервная анорексия». После эфира на девушку вышел психотерапевт Ян Голанд из Нижнего Новгорода. Ян пришел в ужас от того потока негатива, который вылили зрители на семью Кристины. В чем только не обвиняли ее саму и ее родителей. К счастью, она вовремя попала в опытные руки, Ян Голанд, заслуженный врач России, вызвался ей помочь. Кстати, лечил он Кристину бесплатно. Он был твердо уверен, Кристина нуждается не в лекарствах, а в правильной мотивации. Уже после нескольких сеансов психотерапии у Голанда девушка почувствовала себя более уверенно. Она начала есть, начала общаться с другими пациентками, у которых были подобные проблемы и которые смогли справиться с ними. Все эти годы Кристина продолжала заниматься как физическим, так и психологическим здоровьем, и ее усилия принесли свои плоды. Сейчас, спустя шесть лет после передачи, прогресс налицо. Если тогда вес Кристины составлял 17 килограммов, то теперь он приближается к 30. Конечно, этого все еще очень мало для ее возраста и роста, но все же разница поражает, теперь это не измученная костлявая старушка, а вполне симпатичная молодая девушка. А главное, теперь Кристина твердо уверена в том, что она сумеет окончательно восстановиться и вести нормальную жизнь здорового человека. Как отмечает сама девушка, ей очень помогли занятия с психологом. Недавно у Корягиной был день рождения, и она выложила в инстаграм свое фото. На нем девушка продемонстрировала хороший результат восстановления. Если сравнивать фото Кристины прежних лет и сейчас, заметно, что прогресс налицо. Конечно, для ее возраста и роста вес все еще критически мал, но процесс реабилитации может длиться годами. Кристина начала работать, но пока из дома. Она — помощник арбитражного управляющего в сфере банкротства, девушку увлекает юриспруденция, а также помогает людям, заболевшим анорексией. Несколько лет борьбы за ее здоровье не прошли зря, благодаря помощи специалистов она вернулась к нормальной жизни. Если история вам понравилась, подписывайтесь на канал. И до встречи.